Привет, народ! Добро пожаловать в наши псидеточки, место, где мы с вами разбираем разные сериальчики. Итак, у нас до июня вообще какой-то штиль будет. В июне выходят «Пацаны» и «Дом дракона». Сейчас, кроме как по субботам, с вами повода, в принципе, встречаться нет. Под моими расчетами было, что Fallout выходит. Мы даже сделали обзор тизера. И я думал, покажут первые три серии, а после этого будет по серии каждую неделю, и мы будем разбирать. Я даже игру скачал, попробовал там в лоре разобраться. Сразу говорю, игра не сильно мне зашла, но я вчера посмотрел «Пилотник». И думаю, ну ладно, приду, там нет ничего такого, наверное, чтобы мне могли супер слишком заспойлерить. Кто-то скажет, дядь Вова, а почему по трем телам тогда не делал по каждой серии? По трем телам я не делал, потому что там вот была большая загадочная интрига. Что же будет дальше? Что же эти за космические очки? Что то, что это? Кто-то читал книги, кто-то читал китайскую версию, смотрел китайскую версию сериала. А здесь, мне так кажется, даже как бы из-за спойлеров, в принципе, ничего нет. Можно идти по персонажам, по каким-то стебам, по самому сериалу и просто делиться впечатлениями. Если вам это дело интересно, если вам вообще не хватает нашего общения, мне не хватает. Думаю, сейчас возьмусь, делаю чай, посидим, потрынгим. Теории строить, в принципе, не на чем и негде, но сидеть хорошо провести время, ну почему бы нет? Я пока что посмотрел только одну серию. Ну пилотник там вообще час пятнадцать шел. И я поставил десять баллов. На данный момент первую серию уже пришли, оценили тысячи человек. 8.7 оценка, ну это же неплохо. И если тысячу человек уже оценила, у нас на созвездии в лучшие дни у серии там что-то по 400-500 человек было. А тут в два раза. Так что, видишь, может и аудитория подтянется. Если вдруг кто-то у нас в первый раз на канале, заходите. Мы здесь ради впечатления, ради того, чтобы хорошо провести время. Итак, во-первых, то, что мне понравилось, музыка понравилась. Это сразу в огромный плюс. Такая вот атмосфера дается. Вот ты чувствуешь, как будто бы это происходит в шестидесятые. Понятное дело, что у нас здесь параллельная какая-то вселенная. У нас все это происходит вот с оттенком и привкусом шестидесятых, но, пятидесятых-шестидесятых, но у них есть роботы дома. И ковбойская тематика у нас тоже была популярная. Даже если вы вспомните ту же самую историю игрушек, да, там с этим Вуди, Баз Лайтером. Тема ковбоев, в принципе, популярна. Она всегда была и всегда остается. В пятидесятые-шестидесятые там вообще карьера Клинт Иствуд выстроил чисто благодаря на вестернах. Если вдруг кто не знал сериал, который мы смотрели «Мир Дикого Запада», да, может кто-то не в курсе. Он изначально вообще был как художественный фильм, который еще делали там в восьмидесятых или когда. С такими очень кривыми спецэффектами и роботами. И там тоже был человек в черном, робот, который стал себя осознавать человеком. Но многие моменты были даже взяты оттуда. Так что тематика ковбойская. Я вот смотрю, я верю, что вместо клоунов на день рождения пришел такой вот ковбой с лассо. И мне понравилось, знаете, какой вот момент, кто досмотрел первую серию до конца, просьба. Если вы уже посмотрели полностью весь сериал, убежали вперед, не надо там говорить, о, вот ты за этого персонажа переживаешь, а его в шестой серии грохнут. Не будьте такими людьми, потому что когда вы какой-то гадский спойлер где-то кому-то закинули, то однажды этот спойлер каким-то боком вернется к вам. Так что давайте постепенно прикидывайтесь, даже если вы не посмотрели, прикидывайтесь, что вы только посмотрели первую серию. И будем в этом, в этих границах работать. Мне понравилось, что вот нам показали, как он лассо отлично пользуется. И потом это чеховское лассо у нас выстреливает в конце эпизода. Замечательно. Потому что если бы он это сделал просто в конце эпизода, мужика захватил и в могилу закинул именно благодаря лассо, я бы подумал, что это за супер спецэффекты такие. А тут вот прям так хорошо. Это вот знаете, как для меня всегда Индиана Джонс был со своим хлыстом, что мог там и перепрыгнуть, и захватить. И еще, знаете, за что я люблю Amazon Prime, что можно вот так вот идти по кадрам. Мы здесь колеса власти смотрели, мы здесь с вами потом эти колесо времени смотрели. Очень хорошо. Ты вот по кадрикам можешь каждые 10 секунд переходить, не нужно скриншоты сохранять, ничего. Даже можно, наверное, и субтитры. Сейчас, а ну-ка. Аудио нет? А субтитры на русском языке есть? О, мы сейчас еще субтитры на русском языке поставили. Вообще красота. Мы видим, дочка у него здесь есть. Вместе с ним выступает богатая семейка. Типа на заднем плане говорится про... Уже идут намеки о том, что только одни тараканы могут выжить. Ядерная зима, ядерная война. Люди пытаются отвлечься. Вообще, конечно, эта тема у нас тоже на канале. Мы сегодня про это говорили, что когда сегодня столько горячих точек, столько мест, куда прилетает, где люди выезжают, не могут нормально жить, спокойно. Как можно сидеть и говорить, там праздновать у кого-то день рождения? Сегодня, кстати, Шурико Саши, моего брата, день рождения сегодня. Ему 32 года исполнилось. Вот. И есть вещи, о которых переживаем. Но я так вот лично... Я неделю вообще сам не свой, потому что тоже есть вещи, за которые нужно переживать. Но я думаю, чего-то не хватает. Не хватает вот этой разрядки. Прийти, посидеть с кем-то, попить чай и поболтать. Вот я чувствую, что лично для моей кукухи это необходимо. И я могу понять тех людей, которые даже посреди... Вон там бомбы будут падать, не будут падать ядерные грибки. Но тем не менее, они все равно решили так. Делаем день рождения с тортиком, с развлечением и со всем. Это не потому, что они такие бесчувственные, а потому что они понимают, что если не пытаться отвлечься, то куха покинет раз и навсегда. Итак, проговаривая вот этой репликой, какого черта Купер Говард проводит детские вечеринки, типа, говоря это, мы должны понимать, что Купер Говард какой-то известный человек. И позже, когда папа с дочкой будут крутить педали и смотреть по телевизору кино, ну, мне показалось, что даже там этот Купер Говард был в кино. Это, наверное, в таком ключе, как если бы Клинт Ист тут начал ходить по детским утренникам, корпоративчики устраивать. Ну, и тут ему говорят, покажи палец, радуйся. Он говорит, я лучше бы не показывал бы. Фотографировались с женой, деньги заплатили и все. Эти ушли кушать торт, и очень интересный момент, да, дочка спрашивает, почему папа ты не... Вообще, нужно проговорить главную вещь, что шоураннер этого сериала, да, почему вдруг я заговорил за мир Дикого Запада. Все знают, что я предвзято отношусь к Кристоферу Нолану. Но у Кристофера Нолана еще и брат есть, который, между прочим, написал был Моменту, да, по Ментус, где все события разворачиваются в обратную сторону. Он написал новеллу, а по ней уже переделали в сериал, и Кристофер Нолан снял кино. Он же написал сценарий по престижу, мой самый любимый фильм у Кристофера Нолана. Так что, поэтому, для меня Нолан и Лиза Джой, они вообще... Я очень предвзято к ним отношусь. Все, что они делают, я отношусь очень предвзято. Я люблю, я уже сразу подхожу. И когда я начинаю смотреть, может быть, кто-то смотрит, и им есть чему придираться. Может быть, тут и есть вещи, которые нужно было придраться. О, там, неестественно то, не правдоподобно вот это. Но когда я прихожу, я смотрю что-то из работы братьев Ноланов, я очень предвзят. Так что, простите меня, пожалуйста, если я где-то буду перехваливать. Вот, ну, давайте, сразу давайте будем по чесноку. Я вот вам сразу рассказал, и вы теперь будете знать, что если где-то дядя Вова чересчур жирно-маслом намазывает, только потому, что, ну, очень люблю Ноланов, ничего не могу с собой поделать. И мне вот эта вот сцена, когда, говорит, пап, почему ты большой палец не показал? Он говорит, что нас учили, что если ты видишь ядерный грибок, большим пальцем, если можешь прикрыть, беги к горам. А если большим пальцем не можешь прикрыть, то уже и не заморачивайся. И прям вот как-то, ну, знаете, прям холодочком отдает, и особенно, когда начинается там грибок, и малая такая подходит, и пальчик свой подставляет. А там вот прям конкретно. И она спрашивает, папа говорит, а чем большим пальчиком? Моим или твоим? Ну, там у папы должен быть, наверное, расплюснутый пальчик, чтобы это все можно было бы прикрыть. Но вот это, конечно. Давайте я, наверное, сделаю скриншотик вот этого. Это прям будет отличная картинка для обложечки. И классно, классно, как мы видим вот на заднем плане. Нам сразу даже не показывают, а вот именно отражение. Здесь вот кинематографически лично для меня вкусняшка была. Как мы видим, люди там на заднем плане день рождения отмечают. На переднем плане мы видим наших героев, но и в то же самое время мы понимаем, что это еще один план Лос-Анджелеса, и это отражение. Вообще шикарно. Вот-вот я кайфанул. Насколько вот оно все приближается, и как народ разбирается, у одних есть доступ к своему бункеру. И те такие, вы поделитесь, поделитесь с нами бункером. А он такой, нет. На день рождения я тебя пригласил, тортик уже пригласил, подарки от тебя взяли, а бункер, прости, только для меня и жены. Все. На этом наша дружба заканчивается. Тут, конечно, красиво играет музыка. Они скачут на лошади, и мы видим, как один за одним вот эти грибки вырастают. Страшно, но сделано, конечно, ну, очень красиво. И здесь есть, наверное, какая-то вот сразу, вот эта толика, тебе сразу говорят, что будет много черного юмора, будет жесткач, и это не сказочка для детей. Здесь вот сразу, вот прям сразу, вот этого эпилога, с самого начала тебе, тебя готовят и объясняют, что ты будешь смотреть. и ты сразу, ага, хорошо, ладно, я принимаю условия вашей игры, если вот в таком духе будет. Все, я себя готовлю. И тут тоже, вот где-то может быть, за что я полюбил пацанов, да, сериал пацаны. Кстати, последняя новость, что все уже, все отснято, все отсмонтировано, все уже, все порезано, файлики склеено, и пацаны, новый сезон уже на серверах Амазона сидят, ждут, когда придет июнь, чтобы выкладывать по серии. Первые три серии выходят сразу, а потом будет по одной. Я чувствую в июне, вот там, где будет нам веселье, вот там, где Дядь Вова вам успеет, надо есть. А тут посмотрим, тысяча просмотров, сто лайков есть, делаем обзор на вторую серию Фоллаута. Я как раз сейчас вот это залью, и пойду вторую серию смотреть. Я сегодня все уже, на работе все успел сделать, так что... И вот мы тоже видим, тут вот эта беременная женщина, но все равно они работают в этих своих костюмах, с этими гаджетами здоровыми, на пол руки, и как ты можешь на нем там тоже, и чуть ли не в Тетрис играть, но и в то же самое время какие-то серьезные вещи делать. Актер, если я не ошибаюсь, он именно играл в Твин Пикси. Купер, кажется, был. Агент Купер. И девушку эту вроде бы я раньше нигде не делала. А ну-ка, давайте мы сейчас гугольнем. Гугольнем актерский состав. Ну что, вам куда-то надо бежать? Если никуда бежать не надо, если сильно скучно, можете перемотать. Ну и здесь вообще подкасты с говорящим дядей Вовой. Так, актеры. Теперь, зовут ее Элла Пурнел. Элла Пурнел. Где мы ее могли видеть? О, она голос Джейн. Я знаю, что очень многие у нас на канале смотрят Invincible. Это как пацаны, но только тоже про супергероев, только мультипликационные. Чанк Мэл, тост, она Йеллоу Чакетс, она блин, как я ее не распознал? Она там такая прям девочка припевочка. Вот оно что. Да, она, она, это, подросток Джеки там. Ага, понятно. Так, Стар Трек я не смотрел. Аркейн, только три серии. Она, Голос Джинкс там. О, а это я смотрел. Билл Грабия. Это для всех любителей Даунтаун Эбби, для всех любителей... Что это? Гилдед Эйдж? Это от того же самого создателя. Это мини-сериал, шесть серий. Она там играла Мария Грей. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Понятно, я думаю, я думаю, откуда у меня такое лицо ее знакомое. Все ясно, теперь будем знать. Теперь будем знать, ну кто еще здесь у нас? Вот этого мужичка я знаю по другим разным сериям. О, вот эту тетю хотел проверить. Она лидер этих набейщиков. Откуда я мог ее видеть? Зеленый рыцарь. Трейлер только смотрел. And Just Like That. And Just Like That. Это, по-моему, новый Аркекс в большом городе. Но я его не смотрел. Блайнспот смотрел. Ага. Джессику Джонс, конечно же, смотрел. Хомленд. А, да, 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 Мира, да, это Хомленд. Хомленд это родина. Если вы не смотрели, мне вообще нравится такого плана сериала. И вот секретарша, не секретарша, а как же ее называют, Дипломатка вышел сериал. Вот если вам нравятся всякие там ЦРУ, КГБ, все дела. Вот Хомленд, наверное, один из самых лучших сериалов вот в таком ключе. Если не смотрели, вот настоятельно рекомендую. Она в голодных играх играла. Ну все, теперь понятно. Хорошей жене было засветилось. Ладушки, ладушки. Ладно, поехали. Ну здесь вот тоже интересный момент, как она проходит собеседование на то, чтобы ей разрешили стать женой. Насколько и нам, смотрите, вот в такой маленькой сцене, смешной сцене, где она рассказывает про себя, потому что она проходит собеседование, мы узнаем, что она и научно подкованная девчонка, и из оружия пулякать умеет, и фехтовать умеет, и в единоборствах она хороша. Потому что если бы вот этой сцены не было, и нам сразу началась свадьба, то мне, конечно, было бы такое, думаю, что это сделали из нее супергероиню. А тут нам показывают, что с самого детства, что вот она такая девочка, которая пытается добиться лучшего всего, пускай мы живем в бункере, в подземелье, но я буду стараться там и быть лучшей в фехтовании и соревнованиях. И еще член гимнастического клуба, и нам показывают, что из оружия, и садоводством умеет. Как вот она свою презентацию делает, мы узнаем про то, что это бункер 33. Очень классно. Я не знаю, если по игре так же, не так же. Но тут бункеры соединены чем-то. Мне, знаете, напомнило, мы с вами делали обзор по бункер, да? Сайло. Сайло. Ох, классный сериал у вас, Фергюс. До сих пор жду продолжения. Вот-вот там тоже я кайфовал. Ну, там хоть, слава богу, дали бы по серии нам показывать. На каком канале? На Эппле, да, была? Да. И вот здесь вот... Это ж, наверное, такая задумка. Там же затопленные тоннели в Сайло были. Может, там тоже так же соседи могли бы друг к дружке ходить в гости? Открыли дверку, и ты зашел туда. Ой, ну классненько, классненько. И она такая говорит, мне хочется уже совместить с кем-то семью, с тем, кто не моя родня. А поэтому сказали двоюродные братья. Вообще, это такая большая американская шутка. Вот я не знаю, вы смотрели, может, если смотрели в переводе, не до конца поняли. Но у нас, когда мы говорим про такие штаты, например, как Алабама, да? Это стереотипная шутка, что там все немножечко головочкой нездоровые, потому что они все на своих кузенах женятся. Кузены или вообще как ланнистеры. И вот это вот есть такая вот стереотипная шутка, что вот из этих вот южные штаты, которые с роднеками, вот там, что настолько они все глупенькие, что они там все между собой приженились. На кузенах. И такое даже выражение всегда там есть, что подшучивают в Америке между собой, типа, ну что, у тебя когда-нибудь кекс был? И там мальчишки между собой, да, конечно, было. С кузенами не считается, что с кем-нибудь настоящим. Вот такая вот шутка есть, что первый кексуальный опыт происходит именно между кузенами. Не знаю, но вот такая стереотипная шутка в Америке есть. И я, конечно, вот тут заценил, поражал, что типа 200 с лишним лет прошло, они там в этих бункерах живут. Но, тем не менее, вот шутка про кузенов осталась. Говорит, обращение к совету, и ей подтвердили, что брачное обращение одобрено. Кстати, тут где-то на стене показывали тоже класс, где она в школе преподает или рассказывает. Ну, то, что мы узнали, что это 219 лет спустя прошло, 219. И там еще, кроме этого, давайте я, наверное, закрою эту картинку. Нет, не себя закрою, а закрою вот это и включу. Там доска показали, и на доске хронология событий. Так, звук убрали, а то сейчас прилетит. И там мне понравилось, что прям хронология событий, где что произошло, там именно показали. Можно почитать, такая небольшая пасхальная отсылочка есть. Ну, то, что Ивна... Вот, нашел, показывал. Итак, у нас есть 1776 год, Декларация Независимости. Американская история, да. 1969 год. Потом 2077, это получается взрыв. Значит, у нас получается, что это даже как не альтернативная тогда история выходит. А просто к 2077 году американское общество перешло... Знаете, все новое, это хорошо забытое старое. Тогда получается 70-е года, и вот такие выпуклые телевизоры. Это просто новая эстетика такая получилась. И если вот мы видим, все произошло в 2077 году, и вот у нас прошло 200 и с лишним лет, то у нас сейчас вообще получается какой? 23-24 век? На секундочку. Ну, в общем, вот такой вот момент. Вопрос для тех, кто знает хорошо лор. Насколько вот эта хронология здесь правильная? Ну, это мы уже обговорили, и то, что строит клуб у нас книжный есть, и продвинутая Мадмазюля. Войну и мир даже читала. Для того, чтобы найти партнера для брака. Интересный момент уже с этими платьями, что платьев-то нет целую кучу. И они по очереди, эти платья, переходят от одной к другой. Кстати, устройства вот эти вот прикольные. У меня в свое время на телефоне такой же пи-бой был установлен. Мальчик ходячий, зелененький. Ну, красиво, конечно. И такое впечатление, как будто вот подготовка уже сразу для людей, которые смотрели игру престолов с красной свадьбой. Мне кажется, ничего удивительного не было. И мы видим даты. Смотрим. Сейчас она, вот тут последний раз это платье надевалось, когда получается? Март, 17 марта, 2294 год. До этого 2291 год. Что, целых три года никто это свадебное платье не одевал. Вот последнее это, 17 марта, 2024. Давайте я, наверное, запишу себе, сделаю... Начнем новый листочек. И будем записывать имена. Ну, мало ли. Вдруг у нас соберется тысяча просмотров, и тысяча человек будет приходить смотреть. Итак, у нас Люси, это две тысячи. Сейчас мы узнаем, она что, тоже написала свою дату, поставила? Отечество, да. А нам не показали, какое именно число. Ладно. Если мы узнали, что ее подруга только недавно вышла замуж, значит, мы можем прикинуть, что если она вышла в прошлом году, то сейчас может 2295 год. Так. Говорит, хорошо, что мы теперь вместе будем растить детей. Ну, это все очень, очень прикольно, как здесь. Из кинопроектора делаются декорации, свадебные столы ставятся. Бункер тоже очень прикольно. Я говорю вам, я смотрел, все у меня сайло. Вспоминалось. И то, что это бункер 33. Кстати, про маму. Он говорит, что тебе тоже было страшно, когда ты женилась на маму. Каким-то образом рейдеры, они знают про ее маму. Так что, мне кажется, это секрет, который мы узнаем немножечко позже по истории. Прикольный момент, когда они пришли тоже открывать связь другой. Этот бункер, двоюродный брат, не сильно хотел и открывать. Он в нее влюблен. Ну, вообще, вообще, по законам, как бы на двоюродных иногда женятся. Но лучше на троюродных, потому что на двоюродных все равно могут быть проблемы. Он симпатичный такой был, двоюродный брат. Мы понимаем, что между ними был кекс. Пришли смотрители с другого этого и привели к ней жеребца на оплодотворение. Счастье, свадьба, конечно, все дела. Даже где-то ощущение того, что что-то должно произойти, оно меня не оставляло. Особенно то, как люди ели, как они разрезали еда, ножиком протыкали. Видно, что что-то не то. И они рады, что, говорит, потомки, уже даже дети Люси и ее жениха уже смогут потом пойти наружу и быть на поверхности. Что радиация медленно, но уходит. То, что, говорит, они знают, что люди живут наверху. И, говорит, мы должны прийти и стать для них светом, руководителем. Мне, конечно, это интересно. Вот представьте, если бы где-то в каком-то бункере на данный момент жили какие-то люди, которые придерживались уставов трехсотлетней давности. Времен вот этих королей, царей со всеми. И они хранили эти традиции. И вот они сегодня выпираются из своих бункеров и говорят, сейчас мы вас научим, как нужно правильно жить. Что ванны принимать часто нельзя. Мужчины должны быть ходить с напудренной мордой и брюшечком. И вы сразу за пропаганду ЛБТ куда-нибудь бы отправили. Ой. Ну, конечно, сцена вот эта тут с кексом. Очень первая брачная ночь. Мне, кстати, интересно, успела она залететь от него так быстро? Ну, тут тоже, пока они стол расшатывали, нам показали, что этот от любопытства братец пошел смотреть в соседний этот. И увидел, что там все очень-очень плохо. Битва где-то чем-то даже напомнилась мистер и миссис Смит. Что не такая уж она и простая. И пускай даже он пырнул ее в живот, тоже такая себе принцесса, невеста, как убить Билла. Даже где-то на секундочку что-то вспомнилось. Как она его графином этим по лицу, а потом в огурцах утопила. Технологии тоже прикольные. Да, вот у нее порез, она один укол сделала, и полностью там обезболивание произошло, и, видать, остановилось. Мне нравится, что, вот смотрите, в игре, понятное дело, ты села, например, тот же самый Last of Us, тебя всю погрызли, постреляли луком в тебя, натыкали, ты вся, ну, реально тебе не выжить. А потом ты села и перемотала себе запястье только, наложила подорожник пожеванный, на порез, и все, и у тебя здоровье вернулось. И ты понимаешь, что в игре это так работает. В игре даже самую большую рану, если ты нашла аптечку, ты можешь себе залечить даже самую большую рану за 3 секунды. В реальном мире такого невозможно. И поэтому, когда компьютерные игры переносят на экранизацию, очень часто сложно поверить в некоторые моменты. Но здесь, вот, во-первых, то, что это будущее, во-вторых, что вот нам показали, ну, реально рана, которую ты, ну, не вывезешь просто так. Но есть вот эти вот уколы, аптечки, уколола, и все, можно идти дальше, рубить капусту. Ну, конечно, сцена здесь, я не буду останавливаться на особых кадрах, но понравилась. Понравилась и девка с головой, это, с вилкой в глазу, которая тут... И вообще лопатой, как друг друга там рубят. Ну, сцена... Вот ты смотришь... Мои любимое выражение. Я за любой движ, лишь бы только не расчлененка. А вот здесь вот, ну, прям все. Прям все, ну, как оно работает в этих реалиях. Оно работает вот в этом мире. И ты покупаешь. Ты понимаешь, что, блин, хочется закрыть глаза, потому что мерзотность. Но оно все показано с легким юмором. С черным юмором. Особенно, когда там женишок появился, которого потом в огурцах утопили. Теперь. В какой-то момент вот эта тетенька, которую зовут Ли, она говорит, тебе нужно выбрать между ней и ими. Вот она делает ему такой выбор. И он берет, закрывает ее в отдельной комнате. И папеньку забирает. Что случилось? Мы узнаем это по истории. Но что-то, каким-то образом она знает и ее, она знает и маму. Что именно произошло? Может, маму он тоже притащил не из другого бункера, а из мира извне. В общем, поживем, увидим. Они продукт одного из самых замысловатых поворотов судьбы. Ну, ладно, ждем. Ждем, но мне кажется, это будет интересно. Теперь. Начинается история другая. Одно дело, когда ты смотришь про мужиков, мужики в форме, в доспехах. Мне настолько понравилось вот это соединение. Вот здесь армия, типичная такая армия солдаты США. Вот. Мы видели до хрена фильмов. От Топгана до рядового Райана. Мы видели, вот, американская армия со всеми своими плюсами, со всеми своими минусами. Как тренируются, как тренируют спецназов. Вот это вот все со своей раздутой, пафосной, патриотической фигней. Мы видели дофига фильмов на эту тематику. Но здесь у нас добавляется щепоточка рыцарской культуры. Что у нас сэр, рыцарь какой-то, вот тот, кто ходит в доспехах. Что это братство какого-то, братство железа. Что те, кому достались вот эти доспехи. И ты смотришь, и ты веришь, насколько они не просто элита, вот эти солдаты. А к ним отношение чуть ли не к чему-то, чуть ли не святому какому-то. Когда подруга приводит и говорит, доступ только для пилотов и механиков. И она приводит, они смотрят на эти доспехи. Это вот точно так же. Когда мы сегодня читаем книжки, когда смотрим про того же самого Дома Дракона. У нас сейчас новый сериал тоже HBO будет делать про Эго и Сэра Дункана. Вот это отношение оруженосца к рыцарю. Сегодня, кажется, ну рыцарь. Ну рыцарь, ну мужик с мечом, в железяках, в консервной банке. Что в этом такое? А в те времена рыцарь это было воспевание. Это легенды, это культ, это икона своего рода. Это инфлуенсеры того времени. Это инстасамки того времени. Инстасамцы. Проходит, приезжает рыцарь. Все зело сбежалось лайки ему накидать. Что вот в нашей деревне остановился сэр лучезарный какой-то Вильям. И все. И его оруженосец, он в лучах славы своего сэра, своего рыцаря. И мне настолько понравилось, как они берут вот эту американщину, американские военные силы, но добавляют вот эту щепотку гламура вокруг рыцарских доспехов. А еще поплевали и прилепили сверху религиозный мотив. Ребята, я не знаю, вот я смотрел первую часть эпизода и мне понравилось. Про Люси, про как они живут в бункере. Но для меня вот это была отсылка Сайла, что вот мне не хватило этого Сайла, дайте мне этого Сайла побольше. А вот тут, если бы это были просто какие-то солдафоны, которые сделали доспехи, и вот они просто в этих доспехах. Я это видел в Аватар фильме. Там тоже были большие машины, в которых ходили. Но здесь то, как они это показали, для меня эта линейка стала намного интереснее, даже чем линейка с девкой из бункера. И вот это его психи, как то, что его подруге дали назначение, что она стала оруженосцем нового Тидеса, Сера Тидеса, а ему нет. И как на утро она, вот это я кринжину. Вот тут, конечно, момент такой. Это, знаете, среди актеров есть такая фигня, что когда ты завидуешь кому-то, одно из правил, актерское правило, когда ты приходишь и играешь какую-то роль, ты всегда должен перевернуть свой ботинок. Это такое себе, как суеверие, хотите, или еще что-то. Но это то, что между актерами. Ты должен перевернуть свой ботинок, даже пускай он сандалик пустой, ты можешь видеть сквозь него. Это суеверная традиция актеров. Прежде чем ты надеваешь обувь, ты должен ее перевернуть, и ты должен ее постучать. Потому что было такое, что любили подсыпать стекло своим неприятелям, особенно если ты understudy. Understudy это дублер. И главный актер, чтобы вот главный актер не вышел, а вышел именно ты, ты подсыпаешь стекло в обувь. И вот такая суеверная традиция. Это вот меня прям со школьных подмостков учили, когда Дед Болл в театре играл, кто-то кому-то рассказывал, кому-то не рассказывал. У меня было время, я в театре отыграл хорошие деньки. Самая большая моя роль была, я играл Ромео. В шекспировском произведении. Завись иначе как-нибудь Ромео, и все меня бери тогда взамен. Я ваших рук рукой коснулся грубой, чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице спаломничают губы и зацелуют свет от адства след. Еще что-то где-то помнится. Но не про это сегодня. Но тем не менее, такая вот это, что нужно всегда потрусить башмак. И вот здесь, когда с этой лезвией, а там еще анекдот вспомнился. Вы никуда не спешите? Вам некуда сегодня? Вы давно, дядь, вы его не слушали? Слушайте анекдот. Девушка так сильно переживала, что она уже не девочка, и ей нужно было, а тут первая брачная ночь, она не знает, что делать. И бабушка говорит, и что, дорогушечка, я знаю, что нужно делать. Давай, заходи, я тебе помогу. На следующее утро приходит, говорит, бабушка, все прошло замечательно, кровяки было море, все, простыни, все. Бабушка, ну и замечательно. Ложись, доченька. Лезвие будем доставать. И вот здесь вот точно так же. Конечно, с этими башмаками я прямо аж кринжанул. Но, тем не менее, все. Она не может теперь быть как оруженосцем. Вместо нее отправляют в оруженосце теперь Максимуса. Давайте запишем, потому что, похоже, он тоже в другую колонку. Максимус. Кстати, так интересно. У меня вот эта книга, на которой мы сейчас работаем, вычитываем, редактируем. У меня главный персонаж, его зовут Максим. Не Максимус, а Максимус. У меня сейчас... Ну и здесь тоже она собирается идти искать папу. Тут особо ничего такого супер-пупер крутого нет. Вот она подключилась к устройству, включить лифт, чтобы подняться наверх. И мне понравилось, как она своему кузену вколола снотворное, чтобы лишь бы он только за ней не следовал, что она сама пойдет. Ну, классно. Классный момент. И вот как она выходит наружу. А брат у нее трусишка-зайка серенький. И ему лишь бы только в игрушечки играться на своем смарт-ватче. И все. И вот она выходит наружу. И говорит, остановись, остановись. Вышла наружу. Это-то шоколо бункера. Окаменевшие остатки. разрушенности. И вот она выходит. И мы видим, что это все дело происходит в Калифорнии, потому что это Санта-Моника-Бич. Это пляж Санта-Моники. Вот этим вот колесом обозрения. Не просто так вот решили и показали. Вот она смотрит. И это бункер, который находится в Лос-Анджелесе. Ну, теперь этого допрашивают. Священник хорошо проверили. И то, что они знали, что вот тут, конечно, вопрос. Засунул ли он эту лезвию подружки в ботинок или нет? Потому что даже подруга говорит, что он даже мухи не обидит. И тем не менее его ей сказали, она все равно будет как только лечится, будет в этих рядах. А он проходит инициацию, выжигают ему прям руну с буквой Т, потому что он будет служить этому рыцарю и вот они загружаются на самолеты. И тут интересный момент, прежде чем они уселись туда, ему дали распечатку по этой картинке и рядом вместе с ним собака ходит. Распечатка. Кстати, очень интересно, как они распечатку делали. По голосу и как будто бы знаете в морской бой играешь А-10, B-12 и вот этот постепенно постепенно квадратики квадратики очень классно, очень классно, как вот именно зарисовка происходит персонажа, именно вот матричный принтер напечатал. Из трейлера мы знаем этот актер, который в сериале Lost играл. Так что Бена. Мы посмотрим, ждем, ждем его появления. и вместе с ним ходит собатика. Тоже прикольно. И вот они загружаются на самолеты и мы тоже знаем, что они отправляются именно в то же самое направление. Теперь интересная история у нас с такими как расхитители гробницы приходят к могиле, им нужно гула достать. Что есть какой-то, он закопанный, но он продолжает жить, кто-то продолжает подпитывать его или для подпитки, или же держать его в сонном состоянии. Вот это я до конца не понял. Откуда пришла даже легенда, что мы принесем курицу, он отвлечется на курицу, и мы тогда сможем его прибить. ты говоришь, что это крутейший чувак, забытый богом мутант. И вот это они его откапывают, мне очень понравилось. Сразу понятно, что этот наш гул это тот самый мужик с лосо, который был в самом начале, и ему тоже передают бумажки, только другие с очень плохо нарисованными мордами, говорит, смотри, кто-то убежал, ему поручение, что тоже нужно найти этого Бена из лосо. Конечно, круто, как он их всех пораскидал, одного в могилу засунул вместе с лосо, других пострелял, и интересно то, что каждая серия у нас допустим одна серия, а внутри серии как части, что у нас три главных героя, у нас есть Люси, ее отдельно показали, у нас есть Максимус и Гул, и вот он уходит, оставляет курочку на заднем плане, и срежиссировано Джонатаном Ноланом, все, вот такие вот у меня мысли по поводу этого эпизода, если вы смотрите и хочется с кем-то посидеть, потрындеть после каждого эпизода, поделиться своими впечатлениями, давайте, тысячу просмотров собираем, сотню лайков, и будем делать по каждой серии, 8 серий, может так постепенно до июня месяца с вами как-то и времечек скоротаем, все, обзор, разбор, дозор окончен, всего вам всего хорошего, люблю, пока.